Люди, которые могли погибнуть, но выжили, потому что доверились интуиции. Как это произошло? Однажды мы с классом поехали в поход. Нас было 15 детей и четверо взрослых, включая моего отца. Мы отъехали от города на приличное расстояние к лесу на автобусе, после чего должны были пройти пешком полтора десятка километров до деревни, где планировали остановиться дня на три. Когда мы вышли из автобуса, то решили устроить небольшой пикник, чтобы набраться сил и отправились в путь. Большинство детей очень устали, поэтому их посадили в специально подготовленную на этот случай тракторную тележку с моим папой, и они уехали сильно вперед от нас. К слову, из детей остались идти только я, моя лучшая подруга и трое взрослых. Минут через 15 после того, как мы начали идти, сгустили стучи, и примерно еще через минут 20-30 начался сильный ураган. Я это поняла, когда передо мной начали падать деревья. Дети, которые поехали на тракторе, забрались под тележку, и с ними ничего не случилось. А вот наша ситуация оставляла желать лучшего. Но тем не менее, наша бесстрашная учительница решила вести нас вперед, в то время как я умоляла всех остановиться и переждать, пока ураган закончится. В один момент мне стало настолько страшно, что я просто заорала изо всех сил, чтобы все остановились. От неожиданности все замерли на секунду. Буквально почти сразу же перед нами поперек дороги упала большая сосна. Бог знает, что бы с нами случилось, если бы мы не остановились тогда. После этого наша учительница решила, что и правда разумнее будет остановиться и переждать, пока все закончится. Два года назад в игре я познакомилась со своим другом. Не так давно он рассказал мне, что пытался себя убить до нашего знакомства. У них дома есть пистолет, но в тот день его дедушка вытащил пули из-за плохого предчувствия. Он хотел повторить попытку, но передумал. Как он сказал, общение с тобой спасло мне жизнь. Я правда рада, что познакомилась с ним. Был сильный ветер и лист железа оторвало от крыши. Не знаю почему и как все произошло. Единственное описание, подходящее к этому, это чутье, как у Человека-паука. Меня буквально током шибануло, я пригнулся, чувствуя одновременно движение воздуха, исходящего от листа железа. Этот лист железа снес заборчик, порубив хлипкие доски, а мне бы голову с плеч снес. Могу предположить, что такое чувство шухера работает лишь тогда, когда идет угроза жизни. А кроме этого, случая такого больше не было. Это не моя интуиция, способность животных предчувствовать грозу. Я собиралась с собакой пойти гулять в лес, но он упорно отказывался выходить из дому. В итоге я плюнула и начала заниматься домашними делами. Через несколько часов по округе носились машины пожарных. Над лесом, в который я собиралась идти, прошлась сухая гроза. Несколько грибников пострадали. Я шла с тренировки медленным шагом поздно ночью домой в наушниках. Я настроила свой плейлист так, чтобы музыка переключалась сразу же после окончания первой песни. Не более трех секунд. Песня заканчивается, а следующая так и не начинается. Я не понимаю, что не так и почему музыка не играет. Как в один момент мне в голову стреляет слово «Обернись» и оборачиваюсь. За мной бежал бухой бомж с поднятой рукой, в которой была пустая бутылка от водки. Он был буквально в двух метрах от меня. Я была разогрета и сразу же рванула со всей силы домой. Оставалось совсем немного. По сей день задаюсь вопросом, а что если бы музыка не выключилась? Когда мне было 8-9 лет, мы с подругой пошли гулять. Мимо нас проехал красный жигуль и остановился. Я оборачиваюсь и оттуда выходит мужчина, подходит ко мне и дает конфетку. Дверь машины еще открыта. Моя подруга сразу почувствовала, что что-то не так и начала меня тянуть, чтобы мы ушли быстрее. Я снова посмотрела на конфетку, но подумала, что нужно действительно уходить. Мы ушли. Только повзрослев, я поняла, что это, возможно, был питофил. В те времена их было очень много. И подруга спасла мою жизнь. Когда я был в Омске, то как-то раз переходил дорогу по улице Стрельникова. Я изначально хожу очень быстро, но в тот раз я просто подумал ускориться. В итоге я ускорился и услышал проехавшую мимо машину. Один удот залип в телефон, пока ехал и не смотрел на дорогу. Он ехал в крайней левой полосе. Заметил он меня лишь, когда был в метре от меня. Он нажал на гудок и разбудил всю улицу. Я и один дед, который шел за мной в пяти метрах от меня, начали материть этого водятла. Я нервничал очень долго. Меня спасла моя прихоть в быстром темпе. Ненавижу тех идиотов, что за рулем залипают в телефон. В один день мы с парнем поехали по делам, но я почему-то переживала, что мы опоздаем. Хотя мы не были ограничены во времени, но я его все равно тропила. И выйдя из метро, наши телефоны начинают звонить, и мама говорит. Метро взорвали. Я понимаю, что мы приехали раньше всего лишь одним поездом. Мой знакомый собирался пойти в театр на Норд-Ост. В последний момент он то ли опоздал, то ли передумал и не попал туда. Думаю, все знают, что там происходило в тот день и как ему повезло. Скорее, не мое предчувствие, а моя лень. Это случалось, когда я летом жил на даче со своим младшим братом. Вечером выходного дня мы решили уехать в город, но почти опоздав на автобус, решили еще потусоваться на участке. И поехать на следующем. Естественно, тот автобус, на который мы решили не садиться, упал боком в кювет, на повороте не доехав до города. Пару лет назад зимой я решила сходить в магазин. Вышла из квартиры, но решила вернуться за наушниками. Когда я подходила к магазину, буквально в двух метрах от меня с крыши упала глыба льда со снегом. И сломала козырек магазина, в который я собиралась зайти. Боюсь представить, что те пару секунд, которые мне понадобились на наушники, смогли меня уберечь от трагедии. Я когда шел в наушниках, слушая музыку, у меня привычка хорошая есть, смотреть по сторонам при переходе дороги. Один раз я шел точно так же в наушниках, стоял и ждал зеленый цвет, а светофор стал опаздывать на пару секунд. Я задержался на это время, думая, что «Хм, интересно, все светофоры работают точно так же и переключаются за долю секунды». С этими мыслями я пошел на зеленый цвет, забыв посмотреть по сторонам. Но случайно потом почувствовал, что я что-то забыл и резко оглянулся, отпрыгнув назад. Черная иномарка за секунду промчалась вперед, почти задев меня зеркалом. Машина так же и быстро скрылась, я поставил в недоумении, черт возьми, что это было. Потом уже поймал взгляд прохожих и водителя автобуса, который выпрыгнул с машины и побежал ко мне расспрашивать, все ли хорошо. С тех пор я переходя любую дорогу, снимая наушники, жду пару секунд после загорания зеленого цвета, осматриваю дорогу дважды и внимательно слежу за приближающейся машиной. Каждый день мне приходится проходить пешеходный переход, который унес за собой тысячи жизней, и каждый год кто-то допопадается под колеса наркомана, алкаша или неисправной машины. Когда мне было года 4, маме нужно было поехать куда-то на автобусе. Я тогда начал как умалишенный ее отговаривать. В итоге она оказалась дома, а по новостям показали тот самый автобус в аварии, вроде как мало кто выжил. Много разных историй было, но я не склонен сильно верить в такое. Слишком хорошо знаю маму, чтобы доверять ей на все 100. Шел в магазин за хлебом, стою на светофоре, стоял я чуть ближе к дороге, чем все остальные люди. Начинает загораться желтый для пешеходов, принимаю наверное самое нелогичное решение за всю мою жизнь. Начал завязывать шнурки, просто без причины. В тот момент думал, что я сделал это зря, ведь расклячив жопу, буду мешать людям пройти. Наверное так бы оно и было. Через 2 секунды прямо перед пешеходами проносится на бешеной скорости тонированная девятка с музлом в салоне, классика. Понимаю, что если бы я сейчас пошел бы по переходу, то пешеходы остались бы целы, а меня сбило бы, так как стоял чуть ближе к дороге. Остаточный шок до конца того дня. Я один раз с помощью случайности выжил. Короче, я собирался ехать к бабушке на велике, ехал, выехать на дорогу хотел, но в последний момент я посмотрел направо. Там машина ехала быстро, я затормозил и она проехала. Я заранее не заметил машину из-за того, что там справа был дом. Из-за этого надо было в упор подойти к дороге, чтобы заметить машину. Мы с другом пошли по грибы в лесополосу. Мы были там пару часов и уже собирались ехать домой. Но к нам подъехала темная машина и водитель сказал, что подвезет нас. Но мы отказались и невероятно быстро сели на велике и поехали по полям. Через три дня я вижу в новостях, что этот человек оказался пи***филом. Мы с другом были в ужасе, нас трясло от этого, но мы спаслись. Мне как-то мама рассказала, что в детстве, как в общем и сейчас, я всегда спала на боку. Но по показаниям врача она все время переворачивала меня на спину, чтобы позвоночник формировался нормально. Моя люлька стояла у стены, а прям над ней висела по моим тогда меркам огромная картина. И как же хорошо, что я была и остаюсь очень вредной, и всегда сама старалась перевернуться на бок. Тяжелая картина упала и встала на то место, где должна была быть моя голова, если бы я лежал ровно на спине. В общем, спасла меня моя же упрямость. На карантине в нашем городе вечером еще было светло. Мне нужно было забрать вещи из другой квартиры. Мы жили в центре города тогда, я вышел на улицу. Был настолько сильный ураган, что меня сносило в сторону. Я проходил через огромное дерево и рядом были провода. Я подумал, этот что ли как-то странно выглядит, надо обойти. Я пошел дальше, через минуту возвращался и это дерево со столом лежали на дороге. А на этом все, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok